Сегодня я буду усложнять такой легендарный демон, как Nine Circles, с такого состояния до такого. И да, это не кликбейт. Почему именно Nine Circles? Потому что это мой любимый Nine Circles уровень, как бы это парадоксально не звучало. А ещё я придумывал очень крутую идею, так что смотри до конца. Заходим в GD, пишем Nine Circles. Заходим в Nine Circles и копируем его, и, собственно, начинаем бафать. Первая же мысль у меня, конечно же, это поднять вот эту пилу, но очевидно. Итак, вроде достаточно сложно. Теперь мы строим вот такую конструкцию. Не знаю, зачем, просто чтобы по приколу поставлю этот шипик, чтобы посложнее было. Опять же, двигаем эту пилу. Вообще у нас почти все бафы, они будут заключаться в передвижении этих пил. Так что будьте готовы к этому. Правда, не знаю, насколько двигать, сейчас посмотрим. Окей, вроде бы вот так вот нормально. Дальше у нас будут вот такие вот тройные шипы. Я их сделаю даже ещё сложнее. У нас же невозможно делать всё-таки. Добавлю здесь шипов. Нифига себе, здесь можно умереть. Ну ладно, в принципе, пофиг. А, блин, теперь здесь можно всегда умереть, как я понял, да? Нормально. Окей, теперь мы вместо этих падов будем делать арбы. Мне кажется, это интересно. Плюс добавить сложности, очевидно. А, ну ещё эту пилу можно подвинуть чисто для тайминга небольшого такого. Мне кажется, эти арбы слишком лёгкие, поэтому добавляем микрошипы для тайминга. Блин, это реально очень сложно. Вообще, в реальности это, скорее всего, без читов нельзя будет пройти. Окей, всё, мы усложнили вот эту часть до вот этого пада. Дальше мы будем делать эти шипы более тройными, если вы понимаете, о чём я. Не, это слишком легко, надо ещё сделать. Это тоже слишком легко. Надо ещё жёстче. Вот так идеально. Дальше делаем фейковый орб, как в Sonic Wave. Мне кажется, это прикольная идея. Ну и опять же, делаем здесь синие арбы вместо падов. Всё, мы на корабле. Теперь мы будем думать, что здесь сделать, чтобы было интересно и при этом невозможно. А перед продолжением, хочу вам посоветовать такую мобильную игру, как BlackRussia. BlackRussia это крупнейшая мобильная игра по мотивам реальной России. Тут есть всё. Например, реалистичные локации автомобилей, множество развлечений и интересных работ. А самое главное, это всё абсолютно бесплатно. Для лучшего старта я договорился о специальном промокоде для вас Мафака, который подает вам секретный автомобиль и VIP-статус на 6 часов. Скорее беги по ссылке в описании и качай BlackRussia, всего в пару кликов. Я думаю, будет неплохая идея постоянно менять гравитацию на эти снейры. Вот так вот. Да, нормально. Пока что расставим только порталы и потом будем усложнять сам геймплей. Окей, мы расставили порталы, теперь мы будем бафать сам корабль. Вообще, на самом деле, вот эта часть видео, она будет довольно муторная в плане бафов. И при этом не особо интересная. Она заключается в перестановке всяких пил, для того, чтобы невозможные тайминги, пролёты делать. Поэтому я это просто ускорю, и мы перейдём к самому интересному. Вообще, что я тут сделал? Я тут, по сути, усложнил вообще все тайминги, которые только можно усложнить. Вот. И я даже не проверял, это возможно или нет. И мне кажется, это уже невозможно, на самом деле, для человека. Но дальше, дальше будет только интереснее, ребят. Окей, что же мы будем дальше делать? На самом деле, вот перед дропом вообще не надо ничего делать, потому что тут, в принципе, никак не усложнишь. А вот дальше, дальше у меня появилась очень крутая идейка. Так, вы, наверное, знаете такой уровень, как Неллис Вейв. Я его построил для конкурса Неллиса. Кстати, занял призовое место, но сегодня не об этом. Там был такой баг, который связан с перемещением дуалов. И я хочу реализовать это здесь, но для всей волны Нонсерклса. И это будет единственный баф, который будет на этой волне. Мне кажется, этого уже достаточно, чтобы уровень стал полностью невозможен. Давайте проверим. У вас, наверное, возникли вопросы, а как же сделать вот этот баг? Давайте я вам покажу. Итак, я поставил дуалы, и все, что нам надо сделать, это переместить наш верхний куб чуть вправо. Как же мы это будем делать? А все очень просто. Нам надо сделать вот такую конструкцию. Добавим сюда портал гравитации. Поставим внизу портал робота, чтобы у нас были разные режимы. Нам нужно поменять гравитацию на обоих кубах. Ну как поменять гравитацию? Сделать гравитацию одинаковой, по сути. Вот так вот. Дальше идет самая магия. Мы ставим вот так вот два блока. На верхнем добавляем H-блок, а на нижнем делаем вот такой вот слоп и перемещаем его на один пиксель вверх. Далее мы все это выделяем, копируем и перемещаем на один пиксель вправо. Повторяем так, пока у нас не будет дропа. Итак, что же у нас получилось? Что-то странно. Погодите. Произошел какой-то баг. Что же у нас не так на самом деле? Сейчас надо разбираться. Я попробую переместить вот эти блоки, чтобы они нам не мешали в дальнейшем. Мне кажется, дело в этом возможно. Повторяем процедуру. О, идеально. На самом деле у этого бага есть много нюансов. Во-первых, он работает только на минус первой скорости. То есть на вот этой вот. Во-вторых, после его постройки его нельзя двигать, иначе все поломается. Ну и все получается. Вроде это все нюансы, которые вам надо знать, чтобы построить вот эту конструкцию. Главное знать, что он работает только на минус первой скорости. И то, что ее нельзя двигать вообще в никаком виде. Итак, смотрим. Ну все, у нас получилось. У нас получилось, но это не самое главное. Самое главное у нас будет то, что у нас будет стоять 2-player-мод. Для тех, кто не знает, 2-player-мод это режим, при котором каждая иконка на дуале управляется отдельной кнопкой на клавиатуре. Или там двумя половинами на телефоне. Ну то есть, скорее всего, если вы играли в Geometry Dash, вы знаете про такое. И это очень сложно, даже на обычных уровнях. И теперь у нас получается вот что. Вау, это невозможно играть, ребят. Да, это полная жесть. Ну-ка, я хочу посмотреть по синку. У нас синк не сбивается. А, интересно. Ну-ка, я игнордовую мышь поставлю. Окей, у нас синк сбивается. В принципе, логично. Как же это исправить? На самом деле, я могу сделать вот что. Мы посмотрим, сколько у нас смещений идет. У нас смещение идет ровно 2,5 блока. Что же мы будем делать с этой информацией? Я перемещу все триггеры на 2,5 блока. А также все порталы скорости, которые у нас есть, мы будем отключать, пока основной вейв до них не дойдет. И так не будет теряться синк. Кстати, не забываем удалять все порталы дуалов, потому что они нам будут только мешать. С этим дуалом порталом мы точно так же поступим. И его будем тогать, чтобы основной вейв залетел в куб. Ну все, вейв готов для бафа. Точнее, баф уже готов на вейве. Если что, можно дальше ничего не делать. Это уже достаточно, чтобы уровень стал невозможным, как я уже говорил ранее. Как же мы будем бафать последнюю часть? А все очень просто. Эта часть будет полностью невидимая. Мне показалось, это интересная идея. И это тоже дает своеобразные сложности уровню. В конце у нас будет только путь с монеткой. Ну все, баф готов. Теперь я буду мучиться и проходить его. Ну как проходить? На самом деле я буду читерить, но вы увидите только прохождение реальное. И мне кажется, это будет жесть полная. Ну короче, вы сейчас увидите. Так, ребята, я нашел третий такой нюанс, связанный с этим багом. Это то, что триггеры, оказывается, работают в зависимости от первого куба, а не от того, что смещенные. Так что это все надо поправить, вот, если что. Это я уже понял после того, как я начал уже читерить, собственно. Все, я поправил, и теперь синк должен быть в порядке. Вот. Типа он до этого был не в порядке, сейчас он должен быть в порядке. Если что, вот так вот должно выглядеть, скорости там и прочее. Я даже смещу вот так вот, пожалуй, и будет еще лучше. Все, теперь проблем быть не должно, я буду играть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Окей, ребят, это было очень сложно записывать. Я думаю, я больше записывал это, чем, собственно, бафал. Ну вот и все, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. И, кстати, скажу самое главное, это мое первое видео, где я делаю что-то в редакторе в реальном времени. И у меня совершенно нет опыта в этом, поэтому мне важно ваше мнение. Напишите в комментариях, словосочетание мне понравилось, если вам реально понравилось, и вы досмотрели до конца. Это будет очень важно, и все комментарии с таким словосочетанием я лайкну в благодарность. Ну и по стандарту поставьте, пожалуйста, лайк, подписку. Все как всегда. А с вами был Мафака. До связи.